Жители дома номер 17 по улице Гагарина, что в Барыше, уже много лет ждут переселения. Их жилище давно обветшало. Когда будет долгожданное новоселье, спросили губернатора на личном приеме. По планам у нас в феврале 2024 года Министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области с администрацией вашего муниципального округа, вам будут выделены субсидии на реализацию переселения граждан. В итоге гражданам будут предоставлены квартиры в новых домах по договору соцнайма. Площадь нового жилища будет равнозначно старому. Наталья Евгеньевна переживает по поводу нехватки в районных больницах спецтранспорта. Пациенты из отдаленных сел вынуждены подолгу ждать машины, чтобы добраться до больниц на лечение. Также тяжело к ним приехать и медикам. Я по роду работаю, частенько бываю в медицинских организациях наших районов. Ну и знаю, что положение с транспортом, там, конечно, не лучшее, скажем так. Огромная просьба. При распределении транспортных средств, пожалуйста, не забудьте про здравоохранение. Губернатор успокоил. До конца года в медицинском автопарке ожидается пополнение. Приобретут 13 машин. Пять из них уже закуплено и отправлено в районные больницы. Также по итогам проведения конкурсных процедур образовалась экономия бюджетных ассигнований, которая в случае согласования будет дополнительно направлена на приобретение 12 единиц автомобильного транспорта. Ногодетная мама Людмила Гусарова из Нижних Тимирсян Целенинского района просит открыть в местной школе точку роста. В Целенинском районе у нас из 16 школ уже 14 точки роста созданы. В этом году мы создали три точки роста. И на 2024 год планируется создание двух центров точек роста, в том числе и в Нижней Тимирсянской средней школе. Точка роста – это федеральная сеть центров дополнительного образования, цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей. Ремонт начнется и в здании Инзинской средней школы. В следующем году там займутся реконструкцией системы отопления и замены оконных блоков. С жалобой обратились жители дома номер 44 по улице Пушкарёва областного центра. Водопроводные сети во дворе настолько обветшали, что аварийные службы буквально поселились по соседству. Представьте, уже в течение четырёх лет постоянно в разных местах. Все время отключение. Да, все есть двор, нам перерыли. Асфальтируют, не асфальтируют. Вот постоянно там у нас болото, зимой каток. И вот сейчас, последних два месяца, вот последние два месяца, такой прорыв был, что у нас упало это давление, воды не было. Как рассказал глава города Александр Балдакин, во втором квартале 2024 года Ульянск. Водоканал должен заняться капитальным ремонтом водопровода и заменить сгнившие трубы.